Девушки отдыхают Девушки отдыхают Президент Куба Друзья Джаза Добрый день, дорогие друзья Я постараюсь коротко изложить свои идеи относительно темы, которая предложена к обсуждению сегодня Я бы назвал свое выступление, а заглавил его таким образом Музыкант-параметры профессионализма Мы хорошо знаем ситуацию с музыкальным образованием в нашей стране Все мы прошли известные этапы, я в том числе тоже Я поступил в музыкальную школу в 6 лет, учился в музыкальном училище Потом учился в институте Гнесиных Ну и как все музыканты я продолжаю заниматься каждый день Я учился как классический пианист Мне очень повезло, я учился в Нижнем Новгороде, где я родился, у Валерия Аковлевича Островского До этого я поступил в класс, известный в то время пианистка-педагога Анна Львовна Лазерсон Потом у Валерия Аковлевича Островского А здесь, в Нижнем институте, я учился от Дородовича Утмана половину учебы И половину заканчивал уже у Марии Израильной Гринга Мне очень повезло, я попал в руки к очень хорошему педагогу Он сделал из меня такого настоящего, ну что ли, трудягу Ну, во-первых, я сам фанатично относился к музыке с детства Я родился в семье, где музыку очень любили Папа мой был музыкант-любитель, фанатик музыки Он по профессии был юрист, но пианино занимал он Я никогда не занимался дома, я всегда занимался музыкальным училищем И там, где придется Дома всегда музыцировал папа Он не получил фундаментального образования Но всегда мог подобрать мелодию, гармонию к ней и контрапункт Как я позже понял Что очень важно, что очень пригодилось мне впоследствии в моей практике В 1967 году мне посчастливилось участвовать в конкурсе Кабалевского В Куйбышеве Я играл оба тура Получил диплом лауреата первой премии Также я получил приз за лучшее исполнение специальной пьесы, которую написал Дмитрий Борисович для этого конкурса Она называлась Речитатив и Ронда Ну а впоследствии Так получилось, что Моя классическая карьера закончилась Практически с окончания Ингейского института Потому что Было такое время Я хотел быть классическим пианистом У меня все для этого было Как сказал Яков Мельштейн После конкурса он сказал, что я Так сказать, претендент на карьеру Вот Но на следующий год Вот я поступал в консерваторию И мне поставили двойку в специальности Вот Правда, на следующий день я поступил в Минский институт И получил все шесть пятерок Вот Ну, это преамбула Сейчас пойдет речь О О моем курсе Искусство джаза импровизации Которую я веду с 2001 года В Московской консерватории Я хотел вот здесь при вас Поблагодарить еще раз Александра Сергеевича Соколова Который так благосклонно Отнесся к моему предложению Вот И вот уже в течение всего этого времени Я веду этот факультативный курс На свое усмотрение По своей программе Исходя из ситуации В которую я попадаю Когда ко мне приходят студенты Вот об этом я и хочу рассказать Я назвал свое выступление Музыкант Параметры профессионализма Потому что мне бы хотелось Чтобы эти параметры Сегодня у выпускников Наших учебных заведений Расширились Потому что время изменилось Прошло сто лет И уже существует во всем мире Это так называемая популярная Эстрадная И какая угодно Сейчас ее называют Шоу-бизнесом Эту музыку И она занимает Очень много места В нашей жизни Правда? Она занимает Очень много места Она отнимает Очень много сил и ресурсов И собственно все средства Массоинформации Работают на нее А что же мы Музыканты? Мы те Которые Посвятили свою жизнь Музыке Которые знают Все глубины И таинства музыки Что же мы? Мы оказывается Воздействуем на какую-то Только очень малую часть Народа И меня это очень Не устраивает Меня это очень не устраивает Потому что мне доводилось Жизнь заставляет Мне доводилось работать В популярной группе У меня были Я знаете по натуре Лидер Наверное в папу своего Поэтому я всегда создавал Свои ансамбли У меня были оркестры Джазовые оркестры Которые гастролировали По Советскому Союзу У меня была и рок-группа У меня был ансамбль Такой народный ансамбль А последнее время Я немножко забегу вперед Я написал Несколько музыкальных сказок Которые идут с оркестрами Которые идут с симфоническим оркестром Где я исполняю Роль ведущего Пою все мужские партии Импровизирую на рояле Конечно я написал все аранжировки И все тексты кстати Элибретта тоже пришлось написать мне Вот так жизнь меня заставила Это сделать Для того чтобы все таки быть на сцене И иметь возможность Каким-то образом Сказать Публике то что я хочу сказать Этот курс Искусство джаза И импровизации Не имеет какой-то определенной Структуры Потому что Когда ко мне приходят музыканты С первого курса Или с других курсов С разных факультетов Мой предмет Обозначен как предмет Вне факультетов Вне факультетов Когда приходят эти ребята Я вижу на их глазах Это обычно происходит в начале года Их приходит человек 20-30 На их лице улыбка Вот И на мой вопрос Что вы пришли Они говорят Мы хотим Играть джаз Мы хотим импровизировать И я им отвечаю Очень просто Делайте это Пожалуйста Потому что Есть Собственно я это слышал Из уст известного Джазового музыканта Выдающегося джазового музыканта Контрбассистера И Брауна Здесь Однажды была Его конференция Вот Я был на этой конференции И мне посчастливилось Он сказал Что лучшая школа джаза Это быть в музыке Играть Все время Играть Пробовать Собственно так и есть Как учатся плавать Ныряют И плывут Вот Сколько бы мы не говорили о том Что Вот надо делать так То надо делать так То Все равно пока человек Не попадет в эту ситуацию Когда он не придет в джаз-клуб Не сядет И не ошибется Десять раз Вылетит из квадрата Вот Когда он Увидит эти Укоризненные взгляды И почувствует это Своих коллег Которые чуть-чуть Которые чуть-чуть Которые чуть-чуть Лучше умеют Это делать Без этого ничего не получится И собственно Весь Курс заключается В очень простом Плане Изучайте Учите джазовые мелодии Собирайте Собирайте своих товарищей Музыкантов И музицируйте Неважно где В подвале Или где-то там Дома Пожалуйста Мы все так делали Я ничего не умею В 15 лет Когда мне предложили Играть на танцах Я еще играл всего Может быть там 5-6-7 Темы То Еле-еле Я все-таки пошел Я как говорят сейчас Подписался На это Поехал И играл на На танцах Напротив Нижнего Новгорода Есть город Бор Где известный Стекольный завод Там были танцы Танцуальная площадка В тысячу человек Мы приехали втроем И вот мы играли И все говорили Какой оркестр Приехал из Нижнего Новгорода Я еще ничего не умел Королева красоты Я еле-еле играл Был тогда Моден твист И Мне было трудно Мне было всего там 16 лет И тем не менее Вот это практика Потом дальше 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 Я пробовал Себя Я как все люди Я Так сказать Внутри волновался Получится или не получится Но тем не менее Каждый раз Каждый раз Жизнь доставляла Так я Создал сначала Один свой ансамбль Потом в Москве У оркестр Лунстрима Ушел Пианист И мне предложили Туда попасть Я поиграл там Потом Другой оркестр Узнал что я пианист Из оркестра Лунстрима Пригласил меня Дал мне больше зарплату И так далее Ну Дело не во мне Дело в том Что другого пути Освоить искусство Джаза и импровизации Нет Хотя Конечно Я вам Нужно сказать Что Для того Мне посчастливилось Я дважды Играл Сольный концерт Со своим Триво В большом зале Консерватории И это были Две разные программы Посвященные Питерсону Для того Чтобы их сыграть Мне пришлось Потрудиться Лет 50 Так приблизительно Вот Я продолжаю До сих пор Это делать Вот Я Программу Которую я там играл Я играл Конечно Полностью Импровизируя Я знал Только Знаете Как в шахматах Я знал Только первые ходы Я знал Только тему Я знал Структуру Даже мои музыканты Не знали Когда они Сыграют Соло Потому что Они ждали Моего кивка Вот я посмотрел На барабанщик И он понял Что сейчас наступает Его соло И мы это делаем В большом зале Консерваторного Мы это делаем Во всех залах Вот Ну для этого Вот я Почему я это говорю Я говорю Потому что Для того чтобы освоить Вот такой уровень 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 Исполнения Программы Священу Питерсону Вот Конечно Мне нужно было Иметь Такую Пианистическую Подготовку Вот В свое время Я был У нас у всех Было увлечение Музыкой Баха Когда появился Глен Гуль И конечно Я был фанатик Фанатик Такого исполнения И фанатик Изучения Этого стиля Вот Когда я пришел В Нейский институт На первые На первые уроки Я принес Шесть французских Свит Татару Давидовичу Гудману Он был человек Из другого Немножко Другого плана Вот И у нас с ним был Небольшой Небольшой такой конфликт Он хотел чтобы я играл Что-то из романтики А я все-таки Еще продолжал Свою Свою идею До конца До изучить Баха Вот Я сыграл На первом году Шесть французских Свит 15 трехголосных Инвенций На зачете Вот Вот такой Я вот Ну вообще Баха я сыграл много Закончил я Тем что Сыграл Гольберг Вариация Уже в Марии Израиль Вот Ну Вот благодаря Такой подготовке Понимаете Такой подготовке Я смог Я смог Подобраться К К К Творчеству Питерсена Если бы у меня ее не было Невозможно было бы это сделать Ну вы знаете что Артейтум Был кумиром Питерсена И сам Питерсен Это виртуозы Которые играли Играли На уровне самых Высоких стандартов Министических Ну ведь не случайно Горовец Когда услышал Артейтума Он сказал Что он не верит Ни своим ушам Ни своим глазам То же самое Сказал его Тесть Тосканини Когда он его привел За руку Значит В то место Где играл Артейтум Вот То же самое Можно сказать О Питерсен Однажды Мне посчастливилось Быть на концерте Питерсена В Амстердаме Это был Один из его Последних концертов Когда он играл Двумя руками Потому что потом У него случился инсульт И у него левая рука Уже отказала Не работала Вот Меня туда привел Бельгийский Один джазовый деятель Туда попасть Было невозможно Билеты были все проданы За 4 месяца Но Джулия Антониасена Который привез меня Это целая история Я об этом еще напишу Какой-нибудь рассказ Вот как я попал На этот концерт Он начинался в 12 часов ночи Закончился в 3 ночи А в 4 утра Мне посчастливилось С Питерсеном Посрещаться Вот Но Я хотел сказать Хотел сказать О том Что Что бы я хотел сказать Забыл уже Впечатление Да Впечатление Ну Впечатление От выступления Питерсена У меня было Очень смутное Потому что я Честно говоря Хотя у меня глаза Были открыты Но я уже практически Ничего не помню Я встретился с Питерсеном После концерта Я просто хотел сказать Что Ну Я говорил о том Такой небольшой Небольшой эксперимент Я Сыграл импровизацию На тему Арии С Гольберг-Вариаций Конечно Это возможно Прошло Мимо Внимания Нашей общественности Ну Потому что люди Заняты Концертов Много Но Должен сказать Что именно В одном из концертов Вот В моей Панораме Джаза В малом зале У меня есть абонемент Я сыграл импровизацию На Семес Гольберг-Вариации Почему Потому что Как-то вот Совсем Недавно Я прочитал Книжку Книгу Глена Гульда Нет я не эксцентрик Где на тему А джазе Он говорит так Я Вы любите ли джаз Задают ему вопрос Да я люблю джаз Но слушаю его Не очень много Не так часто Но в любом случае Лучше всех Свинговал Бах Сказал Сказал Глен Гульд Он прав Потому что У баха И в джазе Есть Нечто объединяющее И у баха Часто встречается Триольный ритм И весь джаз А джаз В основе своей Построен на ритме Свинк Это трехдольный Трехдольный ритм Триплет По-английски Это называется Мне посчастливилось Общаться с Выдающимися Английскими музыкантами В том числе С барабанщиком Который Работал 30 лет С Питерсоном Мартином Дрю И мы на эту тему Говорили Да Свинк Это Триплет Это Триольная музыка А у баха Вы же помните Когда Пунктирный ритм А в скобках Триоль Вот Очень часто Триольный ритм В жигах И так далее Встречается Ну Минуэт Само собой И так далее Триольный ритм И Я тоже считаю Триольный ритм Триольный ритм Триольный ритм Триольный ритм Я Я думаю Что все-таки Понимание И умение Играть Классическую музыку Это как раз Тест Который Музыканта Проверяет На его способность Вообще Разбираться Музыка Это язык И Я сразу Пройду дальше Немножко Я хочу сказать Что Имея В своей основе Вот такое Фундаментальное Знание В области Классической музыки И Освоив Искусство Джазо-Ингеризации Можно пойти дальше И о чем Я собственно Хочу сказать Я хочу сказать И говорю Своим студентам И говорю Вот сейчас Вам хочу Очень сказать Что Каждый Музыкант Каждый человек Который занимается Музыкой Имеет Возможность И в нем Это есть Создавать Музыку Мы должны Это делать Обязательно Параметры Музыканта Сегодня Должны быть Таковы Что каждый Музыкант На мой взгляд Должен уметь Импровизировать Должен уметь Играть без Нот Сегодня у нас Все наши Студенты Я знаю Среди моих Знакомых Друзей Очень много Людей Которые Прекрасно Играют по нотам Но ничего Не могут Сыграть без Нот Они не могут Не подобрать Не знают Гармонию Не умеют Играть Не умеют Держать ритм Не умеют Создать форму И в этом Смысле Джаз Очень полезен На мой взгляд Я Обращался Уже В консерваторию Правда Очень робко Такой Липсал Маленькую Вкладную Записочку С предложением Внести Этот предмет Основу Джазо-мигруизация В академический курс Общий курс Такой же Как анализ Форм Гармонию Мне кажется Это необходимо Если Вас эта идея Увлечет Мне кажется Мы можем Это вместе Сделать Потому что Сегодня Это просто Необходимо Иначе мы Отстанем Во-первых Мы отстанем От всего мира Мы уже отстали Я говорил с ректором Одной консерватории Он говорит Я езду С такой Обзорной Поездкой По Европе Там уже Все консерватории Имеют Департмент То есть Отдел Джазо-мигруизация Но я Лично Против Отдельного Джазообразования Я не хочу Чтобы были Отдельно Джазо-пианисты Да В истории Джазо правильно У нас есть люди Которые Великие Которые Никогда Нигде Не учились Они Как говорил Амстерн У меня Барабанщик Он говорил Он никогда Не слышал Моцарта Никогда Не слышал Классика Но он так Нежно Играет Внимание На большом Барабане И в этом Знаете В нашем Ухе Это смешно А на самом деле Это Это очень Такая Тонкая Вещь Дело в том Что всегда У нас считалось Что джаз Это громкая Грубая Какая-то Резкая музыка Ничего Подобного Даже Большой джазовый Оркестр Будет сидеть Перед вами И будет Играть Очень тихо И тонко И вы будете Слушать всю Полифонию Пулеритмию Она вся Заложена В партитурах Этих джазовых Аранжировщиков Таких как Элингтон Стрейхорн И так далее Билли Мэй И так далее Структура этих композиций Она очень сложна Такой аранжировщик Как Нельсон Риддель Это величайший Аранжировщик Для симфонического Оркестра Симфоджаза Послушайте Эти записи Элла Феджераль С его Симфоджазом Или там Аранжировки Для Фрэнка Синатрова Послушайте Это же симфонические Произведения Да Они написаны В рамках Вот этой структуры Джазовой Пятичастой Я вот своим студентам Говорю Что структура джаза Она всегда одинаковая Она пятичастная Вступление Тема Раздел импровизации Тема и кода Всегда Если вы хотите играть Вы должны это всегда знать Куда бы вы ни пришли Всегда будет вступление Всегда будет тема Причем тема У джазовых музыкантов Всегда в одной тональности Все должны Нужно знать Оригинальную тональность Для инструменталистов И для вокалистов И тогда И тогда Все получится Нужно войти в это Вот мне кажется Что сегодня Настал момент Мы ведь пропустили джаз У нас 70 лет Не было джаза Так по известным причинам У нас не было джаза Мы сильно отстали Поэтому у нас Я это говорил всегда Вот скажу Первый раз в жизни Я сейчас В возрасте 66 лет 6 лет Я говорю Вот такое битто Я говорил о том Что у нас Эрзац Эстрада Она Не хочется говорить Это слово Она немножко Кастрирована Эстрада Понимаете В ней чего-то было нельзя Чего-то мы не знали Но сегодня Сегодня другое время И перед нами И перед нами Мне кажется Даже стоит Некая такая Доля ответственности Поднять уровень Вообще Эстрады Популярной музыки На Дужную высоту И в этом нам может Поможет джаз Потому что вся Эстрадная музыка Появилась Из джаза Из джаза Джаз это высокая Уже сегодня Культура Она прошла уже Почти столетнюю историю Есть шедевры Настоящие шедевры Мировой музыки Джазовые образцы Ну что говорить Ну например Витсайская история Бернстайна Понимаете Вот мне посчастливилось Я делал аранжировку Для одного драмтеатра На синтезаторе Делал аранжировку Всего клавира 32 номера Там же постоянный Сменный размер На синтезаторе Очень трудно Я изучил Вот Нельзя сказать Что это джазовая музыка Но Дрэстайн Использовал Все достижения Джазовой музыки И создал такое Колоссальное Совершенно сочинение И вот я сейчас Возвращаюсь К этой теме К тому что Каждый из нас Те кто Те кто учится музыкой Обязаны Просто А музыка Это всегда Все таки насилие Вот я с Марией Израилем Говорил Я занимался у нее дома У нее был внук Девятилетний И я ее спросил Ну как ваш внук Она говорит Гриша Ты знаешь Все дети Только через силу Только через силу Вот так Никто Просто так Это всегда Вот мне кажется Здесь тоже В какой-то момент Мы должны проявить Немножечко насилие То есть мы должны Заставить наших студентов У них это получится И им это будет в пользу Я помню Как на первый урок Пришла известная скрипачка Она сейчас в оркестре Вообще Концертмейстер Пришла на первое занятие Вот в 2001 году А что вас привело Она говорит Знаете Я вот эту работу получила А там мы играли Такой проект был И мне сказали Ну вот здесь От этого места до этого Ты давай импровизируй А что Не знаю Она не знает Какая там гармония Что играть Как Навыки Навыки Постоянная работа Мне кажется Вот Путь такой От классики Включая импровизацию В своей музыке Каждый человек из нас Индивидуален Каждый имеет Что сказать миру Ну из тех Кто хочет сказать что-то миру И для этого У нас есть язык музыки Которым мы должны воспользоваться В полной мере Создавая Свои произведения Вы знаете мне посчастливилось Я готовился быть пианистом Вот Готовился и готовился Быть пианистом Но в доме всегда звучали Романцы Папа с мамой пели Романцы В песне военных лет Папа блестящий на аккордеоне играл Оказывается вальсы Которые он играл Это были вальсы Которые во Франции Называются У них целый раздел есть Вальсы в стиле свинг Помните парижский вальс Это оказывается вальс в стиле свинг Вот Оказывается я слышал свинг В детстве Вот Мне посчастливилось Папа играл всякую музыку Появлялась какая-нибудь песня у Пугачева Он раз ее подбирал Все А тут я занимался классикой Тут жаз туда-сюда Вот все это накопилось И в итоге выяснил Что оказывается Да еще вот нужда Знаете попал в армию А там надо песни петь Вот надо песню там Про бам туда-сюда Я сочинил У меня 25 аранжировок для малого состава в армии Я написал за год Когда я там служил А потом больше Дальше Больше Больше Я начал сочинять И оказывается Оказывается у меня Есть возможности для сочинения Вот Я формальный композит Правда С 2001 года Ну конечно не просто так Я представил свое произведение Меня приняли в Советском Плате Вот Но сейчас я вижу Что я могу сочинять И сочиняю на моих дисках Много моих пьес Я думаю Что каждый так должен делать Не важно Что что-то там Недостаточно хорошо Что-то лучше Что-то хуже Но надо сочинять Надо пробовать Надо пробовать И для этого У нас сейчас Вот может нам помочь В этом Вот этот предмет Искусство Режео-импровизации Я мог бы очень долго Вам говорить И с удовольствием Вам Все рассказал Но я уже вместо Полчаса Вот пришел мой студент И мы сейчас вам сыграем Одну-две пьески Если вы хотите Вот Я конечно Вас приглашаю В свои концерты Вот у меня Бывают абонементы Абонементы Во-первых У меня есть абонемент В малом зале концерта А также у меня есть абонемент В малом Доме музыки Вот Он уже идет 10 лет Он называется Азбука джаза Для детей и взрослых Вот 10 лет идет этот абонемент Вот Тогда приходят дети Вот уже сколько поколений Вы вырастет Там играют самые лучшие музыканты В Москве Там очень хорошая обстановка В театральном зале Лучший рояль Очень хороший рояль Прекрасная аппаратура Прекрасные звукорежиссеры Тоже новые звукорежиссеры Наши Днесенские Вот Прекрасные ребята У них уже опыт И так далее Я вас приглашаю С детьми и внуками На эти концерты Они услышат Настоящую Профессионную музыку Мы играем Как говорил Бугили Звезд дураков Играем по-настоящему Вот Ну Вот Пожалуй Все Сейчас Максим Менцаев Студент Московской Носерватории Вот Он один из Активистов Джазового движения В последнее время В разные годы Было по-разному Когда-то было Больше Активности Когда-то было меньше Я надеюсь Что все-таки Нам удастся Убедить Администрацию И ректора И Весь Все сообщество В том Что джазовая Импровизация Этот предмет Основы джазовой импровизации Нужно вводить В академическое образование Спасибо вам И вы продолжите Товарищи Мистер Пожалуйста Пусть играем Велодию Пианиста Лагарина Мистер Туман Пусть играем Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ко мне подошел устроитель концерта, известный деятель с радио Голландии. Знаете, какой первый вопрос он сказал? Да, мне представили, что я пианист из России, специально приехал на концерт Питерсона, что я играю в стиле Питерсона, что я специалист. Первый вопрос, какой он мне сказал, знаете, какой? Вы-то что, так же быстро умеете играть? Вот понимаете, это всех. Приходят студенты и сразу хотят пассаж быстрый, понимаете? Сразу быстрый пассаж. Как это выиграть делать? Вот это быстро. Все очень просто. Есть стиль бибоп. Сегодня стиль бибопа, знаете, как староанглийский от современного английского отличается. Бибоп – это язык современного джаза. Тот, кто не играет сегодня в стиле бибоп, конечно, есть дикселенщики. Амстрон тоже не играл в бибоп, но он же джазный музыкант, правда? Сегодня есть люди, которые играют джаз среди наших музыкантов, но не играют в бибоп. А есть те, которые знают в бибоп. Бибоп – современный язык джаза. Да, надо. Учитель. Я учил. Я учил. Я учил темы Паркера. Учил так же, как я учил Фудебаха. Так же учил, сидел, учил. Учил, а сейчас могу их сыграть там, что-то 15. Могу и все время играю. И так же, как в классике, я могу ошибиться. Я могу сбиться. Все бывает. Это все нормально. Ну, я бы хотел спросить у вас, может быть, есть какие-то вопросы? Пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Вопросы.